Уходящий 2020 год показал нам, что нет ничего важнее человеческой жизни, а потому и новогодние подарки, что называются со вкусом здоровья, в эпоху пандемии приобретают особый смысл. Автомобиль скорой помощи подарили саратовским медикам представители бизнес-сообщества, руководители отелей «Жемчужины» и «Словакия» Рузанна и Эдвард Арзуманян. Для главного врача станции скорой помощи Олега Андрющенко, который уже почти год на передовой по борьбе с коронавирусом, новый автомобиль – это еще один своевременный выезд на вызов и чья-то спасенная жизнь. У нас каждый автомобиль на счету, люди работают на износ, машины тоже работают на износ, количество адресов большой, естественно, нагрузка на людей и на технику большая. Эта машина будет востребована, и она будет работать на постанции, которая занимается оказанием помощи только ковидным больным. От 20 до 30 вызовов в день – работа без сна и отдыха. Это были самые тяжелые дни борьбы с ковидом для медицинской сестры скорой Марины Чертилиной. А такая помощь облегчает пока еще непростую работу медиков. Сталкиваемся с непониманием, сталкиваемся со страхом пациентов. И разговариваем, общаемся, говорим, что помощь придет, помощь есть. Главное – это слушать рекомендации докторов и действительно не паниковать. Из класса автомобилей скорой помощи выбрана одна из лучших моделей, одна из самых современных, оснащенных по последнему слову технике. Иногда говорят, да, мышиной доли не хватает для того, чтобы вытянуть репку. Может быть, окажется такая ситуация, что благодаря этой машине мы спасем еще одну жизнь. И не одну, а больше. Здравоохранение региона испытало немало трудностей во время пандемии. Об этом не стесняясь говорил министр здравоохранения области Али Костин. И только общими усилиями неравнодушных людей удается удерживать ситуацию под контролем. Мы бы, здравоохранение, я могу сказать точно, здравоохранение всей страны, нашей области, не справилось бы одно. Не справилось бы без той поддержки, которую мы сейчас имеем от любого жителя нашей области, от любого производства. Все откликнулись и встали в один строй со здравоохранением на его помощь. И вот как сегодняшний акт. Это не просто подарок машины, это череда спасенных человеческих жизней. Вот такой наплыв больных, наша скорая не справлялась. Мы сейчас более-менее выставили свою систему, стало полегче. Подарок отеля «Жемчужина» стал реальным примером социально-ответственного бизнеса. А подобные акции дают нам надежду на то, что вирус отступит. И следующий Новый год мы будем встречать уже в праздничных, карнавальных масках, а не в привычных, медицинских. Редактор субтитров А.Семкин